МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без газа, света и дорог. Вот уже на дворе 2018 год у нас нет ни дорог, ни газа, ни водоснабжения. Когда жители села Пермяки получат свою порцию благоустройства. В сюжете Альбина Минебаевой. Генеральная уборка леса. Наиболее захламленные участки леса, это леса, которые примыкают к населенным пунктам и леса, которые примыкают к дачным обществам. Вместе с лесниками лес от мусора очищал Алина Бережная. О достижениях космонавтики и неизвестных героях. Российский как-то оказался незамеченным, в то время как американского космонавта встретились с почетом. Как татарстанцы отмечают и о чем беспокоятся в день космонавтики, узнал Дмитрий Аринин. Дело труба. Сегодня спасатели назвали предварительную причину масштабного паводка. Список сел и деревень, оказавшихся в плену большой воды, растет. Четыре района, десятки домов, три моста. И это только официальные данные. Чтобы обуздать ситуацию, сегодня спасатели начали взрывать на реках лед. Чего ждать от природы, расскажет Рамиль Шайдулин. Техника пытается вернуть деревню к жизни. За сутки Чиреева стала подобием острова, что с местными не знают даже соседи. Пути въездов и выездов безнадежно залиты. По слухам, вода поднялась на метр. Вчера еще холодно было, поэтому, а если не было бы этого, вообще затопило бы. С десяток домов живут в основном пенсионеры. Но каждую весну топят именно эти дома за мостом. Всякий раз приходится выплывать из ситуации. Когда я топил, так же плавали на лодках они. Можете разбирать и полностью восстанавливать. Вот стихи. Потоки смыл кирпич под полом. Фархад Халиулин из старых ярыклов пытается спасти хотя бы что-то из провизии. Приходится нырять. Трехметровый погреб залит до краев. Две мыши вот сюда залезли. Убивать жалко. Ходят, ходят, ходят. Вот дырку сделали. Дырку. Потому что здесь вода. Он дырку сделал через дырку. А в Каркалинском сельском поселении Далая Жижа почти с забор. Семья Галимовых убирает все, что вода не унесла. Тонны грязи на улице, килограммы ила дома. Там плитки подняла у нас. Виранду зашло. Вот такой слой ила я убирала. В шкафы залезла вода. На свемпункт Федорской. Горячая пора в центре управления кризисных ситуаций МЧС. Эти сотрудники принимают звонки от населения и отправляют на места бедствия спасателей. Сюда стекается вся свежая информация о ходе паводка в республике. Подключенные районы на экране общий уровень воды. Насколько видно сейчас, нигде не достигнута критичные отметки. К двум часам дня известно о затопленных мостах в Новошусьминском, Ознакаевском районе. Основное внимание к Свияге и ее притокам. Неэффективная работа водопропускных труб, соответственно, на гидрощинистых сооружениях и так далее. В результате чего скопилось достаточное количество потолых вод. И обычные пойменные реки не справляются с водоотведением, в результате чего она разлилась. А вследствие водой залиты два участка в Зеленодольском районе. 27 садовых участков в Хайбицах. Здесь же вода спала с трех домов, но масштабы паводка еще показательны. В результате половодия под подтопление попали у нас 4 муниципальных района. Один населенный пуг в Опасцевском районе отрезан от путей сообщения. На данном населенном пункте организованы лодочные переправы спасателями республики. Традиционный подрыв льда на реках спасатели работают в одном из самых критичных в паводок районов на реке Берля, вблизи утопающего вчера села Бурундуки. После этого вода уходит прямо на глазах. Вот на сегодняшний день, в сравнении с вчерашним, вода была где-то 80-85 сантиметров. По информации спасателей, вода все еще поднимается на Свияге, реках Мензеля, Степной Зай, Сулица. В зонах возможного подтопления работают 15 оперативных групп. Разлив контролируется с высоты птичьего полета через беспилотные летательные аппараты. Рамиль Шайдулин, Эльмира Гайнудинова, Ринат Сафин, Ильнар Мустафин, ТНВ, Кайбецкий, Тукаевский районы, Казань. Сегодня Верховный суд республики начал новое производство по делу аварийных домов поселка Васильево. Напомним, Зеленодольский районный суд после строительной экспертизы уже признал 62-й дом по улице Стахановская не аварийным. В заключении говорится, что пятиэтажка изношена на 38% и требует капремонта. Исполком подал апелляцию. И уже Верховный суд потребовал провести повторное обследование, но и после него износ дома не превысил 50%. Сегодня исполком ходатайствовал об участии строительных экспертов, которые проводили оценку. Фемида поддержала просьбу. Износ с 2011 года 76% сегодня стал 38% по экспертизе, по первой, по второй 46%. То есть он стал за 6 лет лучше, без капремонта. Ни дороги, ни уличного света, ни газа. В таких условиях приходится обитать жителям села Пермики и Высокогорского района. В 2010-м образовалась новая часть деревни. Люди покупали участки, надеясь на принцип «все включено». Почему сельчане сами создают инфраструктуру, выясняла Альбина Минебаева. Ник не честен, что у нас дороги. Вы вообще нам не принадлежите. Я вот на было собрание и сказала, что, извините, мы Америке принадлежим. Жители новой части деревни Пермики чувствуют себя по-старому забытыми. Село активно расширяется с 2013 года. Дома появляются быстро, инфраструктура нет. 600 метров дороги вот этой, это мы на свои деньги скидывали все и отсыпали сами. Улица у нас идет окольная, поперечная, начальная, энтузиастов. Вот эту улицу мы в том году сами по 2500 скидывались и засыпали. Даже щебень здесь роскошь, 50% дорог, грунтовые, но разоряет не только дорога, говорят местные жители. Пожалуйста, 9500 у нас оплата за февраль. Пожалуйста, 8635 за январь. И это счета только за электричество. Это и свет, и тепло, и вода в домах. За 8 лет голубое топливо в деревне не появилось. Как только у нас света нет, у нас нет ни воды, ничего, ни отопления, ничего в доме нет. Письма чиновникам, республиканским и федеральным, в Минстрой, Министерство промышленности и торговли республики. В итоге в новом поселке построили газораспределитель. Все инстанции ответчикам оставили исполком высокогорского района. От них один ответ. Прочитав такие ответы, обращались в исполком. Нам как сказали, что извините, но денежных средств на вас у нас нет. Участки в новых пермиках продавал частный инвестор. Земли и сельхозное значение он перевел под индивидуальное строительство. По словам жителей, в 2016 он отказался от собственности в пользу государства. Теперь администрация пытается и его привлечь к благоустройству. Чтобы вернуть данные земли опять собственность предыдущего собственника и уже его обязать сделать нам дороги. Купли-продажи администрация района не участвовала. Об этом говорит глава поселения. Часть села – высокогорский район. Но вот на баланс новые пермики не взяли. Сейчас этим вопросом как раз таки занимаемся. Там на сегодняшний день фактически 946 участков земельных, 11 жилых домов и проживает только 19 человек. То есть 8 лет – это нереальный срок. Фактически они начали жить буквально последние года. Ускорить темпы газификации и благоустройства главой направлены письмам Минстрой Республики. По оптимистичным прогнозам голубое топливо появится в 2019-м. Олибида Минебаева, Лейсан Сабир, Вамар Адзайдулин, ТНВ, Высокогорский район. На своей проблеме жители села Пермики Высокогорского района сообщили нам по телефону. Если у вас есть что нам рассказать, звоните по номеру 570-5017. Неправильно оформили и попались замечания. При подаче декларации получили 9 чиновников. К дисциплинарной ответственности привлекли Фарида Абдулганиева, Артема Сдунова, Аделя Вафина, Владимира Леонова, Алмаса Насирова, Энгеля Фатахова, Азата Хамаева, Романа Шейхудинова и Василия Шейхразиева. Об этом сообщили сегодня в Казанском Кремле. Версия подачи заведомо ложных данных исключена. Речь об ошибках технического характера. Инвесторы мусоросжигательного завода встретятся с жителями Осинова. Вместе с активистами и представителями столичной власти они обсудят проект 14 апреля в 10 часов утра. А уже завтра инвесторы пообщаются с журналистами. Напомним, позиция президента республики решения о строительстве завода не будет принято окончательно, пока не пройдут общественные обсуждения и не будет экологической экспертизы. В республике в самом разгаре весенний апгрейд. 125 грузовиков с мусором и всего 14 протоколов. Леса Татарстана патрулируют лесники. В зоне внимания мусорные свалки, сухостой и рекламные листовки на деревьях. Ежегодно за саночистку будут отвечать 120 патрульных групп. Сегодня к ним присоединилась и Алина Бережная. Свалка мусора запрещена не разжигать костры, не мусорить больше тысячи табличек и все для чистоты татарстанских лесов. Отвечают за уборку лесники. За два месяца им предстоит пройтись по всем лесным массивам республики. Пластмассовые бутылки, жестянки, фантики. Только за утро они собрали грузовик отходов. А с начала месяца 125 таких больше грузов. Наиболее захламленные участки леса, это леса, которые примыкают к населенным пунктам и леса, которые примыкают к дачным обществам. За этот сезон 2017 года в лесах нашей республики собрано и вывезено более 7 тысяч километров бытового и другого мусора. Убирают мусор из деревьев. Такая реклама не только вредит растениям, но и портит эстетический вид леса. В этом году лесоводы составили уже 14 протоколов на нарушителей. Вычисляют злоумышленников по тем самым номерам. Штраф за порчу дерева немалый, до 300 тысяч рублей. Одни деревья сохранить, другие под рубку спиливают не все, а только больные и сухие. Сухостой не убирают, оставляют на перегнивание. Это хорошая подпитка для почвы, говорят лесники. Бездумно выброшенная бумага в лесу разлагается до 10 лет. Политленовый пакет больше 200 лет. А стекло и вовсе до 10 веков. Эти нехитрые цифры – повод задуматься каждому. Алина Бережная, Ренат Сафин, ТНВ «Казань». Навести порядок в сфере междугородних пассажирских перевозок. Сегодня в госсовете обсудили перспективы развития транспортной сети. По словам представителя Министерства транспорта, главная проблема – пассажиры в основном пользуются услугами заказных автобусов. Как правило, у них нет лицензии, учет не ведется и за безопасность пассажиров не отвечают. Таких перевозчиков необходимо вывести из тени, уверены депутаты. По их словам, легализовать такой бизнес могут стимулирующие методы. Те, кто не соблюдают правила безопасности, здесь ужесточение, безусловно, необходимо. Но путем стимулирующих механизмов – это, я думаю, самый такой правильный представляется путь. Вы смотрите «Новости Татарстана» и вот о чем далее. О достижениях космонавтики и неизвестных героях. Российский как-то оказался незамеченным, в то время как американского космонавта встретили с почетом. Как татарстанцы отмечают и о чем беспокоятся в день космонавтики, узнал Дмитрий Аринин. Все краски татарской кухни – участники, профессионалы, не только из Республики Татарстан, но и из других республик и других государств. На кулинарном конкурсе в Нинюнусе Хамедзянова побывала Алина Мусина. Его громкое «Поехали!» «Старт Востока-1» и новая эра в освоении космоса. Сегодня в России день космонавтики. 57 лет назад Юрий Гагарин провел 108 минут на орбите Земли. Его именем тогда массово называли новорожденных мальчиков, улицы и даже город. В честь праздника сегодня с площади Свободы Казани старт взял космический корабль, запустил его Рустам Мениханов. Так неожиданно и креативно он поздравил своих подписчиков – татарстанцев. День космонавтики отмечают сегодня и в Чехии. Цветы к памятнику Юрию Гагарину возложил государственный советник Республики Ментимир Шаймиев. Чехословакия стала первой зарубежной страной, в которую прибыл Гагарин сразу после полета в космос 28 апреля. Шаймиев отметил огромное значение исторического полета как для всего человечества, так и для всей страны. Любовь к космонавтике у татарстанцев такая, что жители Республики не только отмечают этот праздник с помощью полета своего креатива, но и подняли серьезную проблему, почему многие не знают, как зовут современных космонавтов. Всю палитру космического праздника в Татарстане собрал Дмитрий Аринин. Ой, как приятно, я даже не заметила. Так ко дню космонавтики казанские художники-графисты украсили автобусную остановку между улицами Гагарина и Королева. Теперь всех отъезжающих напутствует Гагаринская. Очень красиво, почаще бы так делали. Нравится очень. Я это время работал на стройке весной. Мы как раз ура кричали, когда сказали нам, что Гагарин летел. Чемнин Кассия Гумерова не только радовалась за Гагарина, но и угощала первого космонавта Губадьей и Костыбыем. В 60-е годы в Щелково женщина была его соседкой по лестничной площадке. Я тогда еще не могла поверить, что вдруг он, кого я знаю, такой не смелый молодой человек, полетел в космос. Основатель отечественного ракетостроения и космонавтики конструктор Сергей Королев три года жил в Казани. В честь него в доме на улице Лядова установлена мемориальная табличка. Благодаря космонавтике и развитию технологию человечеству в повседневной жизни появилась масса вещей. Это и спутниковая связь, приборы без проводов, например, дрели, теплоновое покрытие, которое перекочевало на посуду. И широкую популярность получили молнии и липучки. В общем, о сколько нам открытий чудных готовит эпоха космонавтики. То, что космонавтика стала такой повседневной, породило и проблему. Сейчас большинство совсем не знают современных космонавтов. В то время, как раньше стать космонавтом было мечтой каждого второго. И первые плеяды покорителей космоса до сих пор поименно на памяти. До этого феоктистов, попозже Дженебеков, Леонов, Читов, напарни Гагарина. Знаем. А современных? Нет. Современных? Извините. Елабурские школьники из хружка интернет-журналистики по этому поводу даже выпустили видеообращение, где призвали знать и чтить современных героев космоса. Для советского школьника героями были именно космонавты. Может быть и сейчас стоит начать с нас? С орбиты вернулось два космонавта. Один американский, другой российский. И российский как-то оказался незамеченным. В то время как американского космонавта встретили с почетом, и он стал национальным героем. Я думаю, государству нужно уделять больше внимания этой проблеме. Отметим, что сейчас в составе российского космического отряда 26 человек. В том числе и уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков, который в минувшем году был на МКС. Обидно, что не знаем. Я, например, учился в Академии Межуковского. Хочешь космонавтом стать? Ну, не знаю. Первый космос туда-сюда, а сейчас уже как-то нам приелось, может? Это как бы уже вошло в русло жизни. Кто-то что-то сделал новое, открыл что-то или, я не знаю, полетел на Марс, да, вот это вот именно человек уже запомнился. Полет на Марсе, освоение Красной планеты, космические державы Земли уже назвали главной целью 21 века. Так что, возможно, скоро космонавтика и ее герои нас снова популярно удивят. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, Ильшат Аюков, Альберт Шифигулин, ТНВ. Предложение Госдумы учить родной язык по желанию рабочей группы по национальным языкам республики вызвали недоумение. Об этом сегодня заявил официальный представитель Казанского Кремля. Напомним, депутаты Госдумы внесли законопроект о возможности добровольного изучения госязыков. На сегодня это право законодательно не регулируется на федеральном уровне. По мнению авторов, преподавание национального языка должно проводиться не в ущерб изучению русского языка, а по желанию школьника и его родителей в виде письменных заявлений. Учитывая широту диапазона интересов родителей и детей в предметном разрезе на выделяемой на эти цели весьма малое количество учебного времени, совершенно очевидно, что здесь заложен явный конфликтогенный потенциал, то есть в любом случае возникают конфликты, и в условиях культурного многообразия страны, нашей большой страны, подобные предложения нам кажутся недопустимыми. Айдана ТНВ, наш телеканал, объявил конкурс для выпускников школ носителей татарского языка. Это грант на обучение в высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. Сегодня мы там побывали и хотим показать тех, кто станет наставником будущих студентов. Максим Шевченко, Сергей Игрилев, Тина Канделаги, звезды российские, да впрочем и мировой журналистики. Мастер-классы, автографы, полезные знакомства. У студентов высшей школы это уже в порядке вещей практически каждую неделю. Теоретические знания сразу применяются на практике на студенческом канале Универ-ТВ. Как раз его директора мы сейчас и познакомимся. Мы попали на летучку совещания с редакторами отделов телеканала. Практика под их руководством здесь по умолчанию. Именно стараниями студентов 40% эфирного времени это контент собственного производства. В России таких примеров, такого телеканала, чтобы в рамках университета и обучения вот это все переплеталось, нет вообще пока. Сколько директора у вас есть? Ой, думаю, организаторы. Здравствуйте, коллеги. Вы с Универ-ТВ? Привет. Здравствуйте, да. Мы дорогие с Насем. А что вы снимаете? День космонавтики в Казахской федеральной университете. А где у вас главный редактор? Да, у вас найдет, у нас там. Спасибо большое. А сейчас мы познакомимся с главным редактором новостного отдела Универ-ТВ. Как раз под его руководством и начинают свои первые шаги на телевидении студенты высшей школы журналистики. Здравствуйте. Да, добрый день. За рабочими столами студенты и их старшие коллеги. Свои сюжеты они делают с помощью тех же камер, микрофонов и программ для монтажа, что и новости ТНВ. А потому попробовав себя на Универ-ТВ в большом телевизионном плавании не затеряться. Что касаемо практики, которую проходят здесь студенты, это включено все в программу обучения. То есть это идеальная возможность для студента телевизионщика пройти здесь практику на работающем телеканале. В этих стенах он обучал будущих журналистов еще до моего рождения. Василь Грифулин, один из наставников, обладателя Гранта ТНВ. Кстати, именно он принимал у меня государственный экзамен. С 90-х годов я работаю на кафедре журналистики сначала, потом татарской журналистики. С 98-го года заведую кафедрой татарской журналистики. Специфика нашего профиля заключается в том, что человек, тем более работающий на экране, работающий с микрофоном, должен в совершенстве владеть языком. Чтобы сесть за эти парты и получить высшее образование бесплатно, нужно пройти три этапа конкурса от нашего телеканала. Текст, видеопрезентация, интервью. До 19 апреля нужно предоставить эссе на татарском языке в свободной авторской манере на тему «Мой лучший друг». Стань победителем и телезвездой. Слава Духмадулин, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. Мы напоминаем, до 19 апреля нужно заявиться на конкурс нашего телеканала на соискание гранта на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. Все подробности вы можете найти на нашем сайте tnv.ru. Заходим на главную страницу, находим справа специальный баннер конкурса, открываем положение и добро пожаловать. Свои работы нужно присылать на электронный ящик. PR, нижнее подчеркивание, ТНВ, собака, mail.ru. Выиграй грант и стань лучшим из нас. Радуга татарской кухни. Сегодня в Казани прошел кулинарный конкурс имени Юнуса Ахмедзянова. Мастера ложек и поварешек на одной большой кухне создавали кулинарные шедевры. Кулама, салма, хворост. Сколько меда нужно для чак-чака и как правильно приготовить толкышка леве, теперь знает и Алина Мусина. Лепит, телит, нарезает, а лапши знает все и даже больше. Алиса Сабирова, студентка третьего курса Казанского торгово-экономического техникума. Участвует в конкурсе уже третий год. Несмотря на старательность, о кулинарных мечтах говорит очень скромно. Мечта в этой сфере быть шеф-поваром или еще кем-то выше. Но сразу сказать я пока еще не могу. Конкурс имени Юнуса Ахмедзянова. Известный татарский повар и кулинар, автор многочисленных книг. Именно он возрождал забытые татарские блюда. В Казани кулинарный поединок проводится уже третий год. Идея сохранить национальные кулинарные традиции. Все должно быть вкусно, красиво и креативно. А главное по порядку, говорит жюри. Первоначально это работа, то есть чистота работы. Соблюдаются ли правила техники безопасности, санитария, гигиена. Повара здесь не только из Татарстана. Стефан Корыш, су-шеф, приехал из Румынии. Татарскую кухню знает, любит и готовит с удовольствием. Говорит, у нее своя изюминка. Немножко, ну как сказать, я из Венгрии, допустим, тоже острый, любит немножко. Там сладкий тоже это. Ну, особенность все равно. Не похоже она. Кроме конкурса, а также различных дегустаций, здесь также проходят и мастер-классы. Вот, например, сейчас мы можем увидеть, как здесь делают Талкыш. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность? Особенность как уж. Очень вкусное блюдо. Не требует много затрат, во-первых. Если уж научилась делать, ты уже знаменитый человек. Чак-чак, баурсак, каштэле. Столы ломятся от татарских угощений. И все накануне чемпионата мира по футболу. Не обошлось и без креатива, сладости в форме футбольного мяча, поля и игроков. Алина Мусина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. О спорте и о погоде в продолжении выпуска. После чего вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21.30. Всего вам доброго. Огромный ассортимент портьерных тканей. Постоянное обновление коллекции. Портьерный салон «Феерия». Только в апреле в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский датсун за так. Узнай подробности по телефону. 4 пятерки, 3 семерки. Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. В санатории «Крутушка» с заботой о вас. 202-30-33. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка с зажигательной цирковой программой «Фиеста». Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей? Это реально! Только в апреле «Канавто» на «Мусина» увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа «Канавто» «Мусина-37». Аптека «Фармленд» рядом с вами. Заботится о вас сейчас, как и всегда. Меняется и развивается. Преодолевает расстояние, чтобы стать ближе. Создает уют, комфорт и отличное настроение. Заботится о вашем здоровье и красоте, чтобы вы чувствовали себя хорошо. 20 лет аптеке «Фармленд» рядом с вами. «Фармленд» – это не просто аптека. «Фармленд» – это... Дуб друзей! Федеральная аптечная сеть «Фармленд». 20 лет заботы и доверия. Если вам отказывают в кредитах, приходите в «Деньги мигом». Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. «Деньги мигом» – хорошая история. Искать дальше – себе дороже. Если не «Сан», то в марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани. 4 пятерки, 3 единицы. Эко-весна пришла! Не сиди в телефоне, лучше в парк приходи! Скорее на субботник, айда, выходи! Самое время сделать мир вокруг чище! Прими участие в природоохранных мероприятиях. Апрель-май, 2018. Эко-весна! 21-й фестиваль «Страна поющего соловья» фонда «Рухи» от компании «Татнефть» подводит итоги. Гала-концерт состоится в Казани 16 апреля в 16.00 в Татарской государственной филармонии имени Гавдуллы Тукая. Ждем вас! «Белка» объявила суперраспродажу! Только до 15 апреля! Реальные скидки до 50% на все шубы и весеннее пальто. «Белка» Татарстан 7. Санаторий УВА приглашает. Новая программа «Антистресс» за 5 дней. Всего 10900 рублей. Подробная информация по телефону Лужевски 780-571. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Кубок мира по футболу прибудет в Казань 17 мая. Тур в городах России начнется 1 мая во Владивостоке. Официальная церемония старта путешествия прошла 9 сентября в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве. Трофей привезли в 24 российских города. С января по май 2018 года он посетит более 50 стран мира на 6 континентах. 1 мая трофей вновь вернется в Россию, будет показан еще в 9 городах, закончив свой путь в Москве перед стартом чемпионата мира. Кубок мира – главный приз, который вручается победителям мундиаля. В современном виде трофей существует с 1974 года. Он весит 6 килограмм и сделан из чистого золота. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. К другим темам. В Казани завершился открытый турнир «Надежды Республики Татарстан» по настольному теннису. Помимо российских городов, в наш город пожаловали представители Казахстана и Туркменистана. Более 300 участников разыграли путевки во взрослый чемпионат. Тех, кто один раз взял в руки ракетку, сложно оторвать от любимого спорта. Простое детское увлечение, как правило, превращается в серьезные занятия в настольный теннис. И даже в юном возрасте ребятам можно принимать участие на официальных турнирах. Среди призеров оказались представители теннисных школ Татарстана, Самары, Чебоксар и Туркменистана. В будущем организаторы планируют расширить географию и пригласить участников азиатских стран. Те спортсмены, которые участвовали на наших первых турнирах, в этом году уже участвуют в составе сборной команды Республики Татарстан. И успешно выступают на первенстве ПФО в эти дни, успешно выступают на первенстве России. Тем временем стали известны все участники финала четырех Лиги чемпионов по волейболу в Казани. Мзенит на права хозяина пропустил два раунда плей-офф. Соперник казанской команды по полуфиналу определился в противостоянии между итальянской Перуджей и новосибирским Локомотивом. В гостях российский клуб проиграл 1-3. Таким образом, в полуфинале в Казани состоится ремейк прошлогоднего финала в Риме. Тогда «Зенит» обыграл Перуджу со счетом 3-0. Третий участник итальянский клуб Чевитанова. Четвертым клубом решающей битвы стала польская ЗАГСа, которая на пути в финал четырех обыграла соотечественников из Ясшемский и немецкий Фридрис Хаффен. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстание, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево, небо вновь затянет облаками. Синоптики обещают 4 градуса выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге до плюс 5 и без осадков. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске, переменная облачность, осадки не ожидаются и 5 градусов выше нуля. На северо-западе, Варске, Кубмаре, Балтаси облачная погода, но без осадков и до 4 градусов тепла. На юго-западе, в Болгарии, Буинске, Держаном облачная погода с прояснениями плюс 3, плюс 5. Для центральных районов республики 13 апреля будет пасмурным плюс 4. В последующие дни температуры станут выше. Вновь выглянет солнце. В Казани облачно плюс 3, плюс 5. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртудного столба. Влажность воздуха 68%. Ожидается слабая магнитная буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.